Оппозиция не должна быть смешной. Сначала идея была, свалим Путина, а там разберемся. То ли с нами разберутся фашисты и коммунисты, что они сделают с большим удовольствием, то ли мы с ними разберемся, как считает неизвестно откуда набравший оптинизма Сергей Адамович Ковалев. Сейчас это уже очевидно не получилось. Путина не свалили, Путин очень уютно уселся в свое курульное кресло, слезать с него не собирается. Поэтому дальше маршировать в том же составе с фашистами и коммунистами, это уже решено не только эстетики, не только безопасности, но это уже и здравого смысла решено. Понятно, что ходить в этом составе имеет смысл только для одного, чтобы, наконец, получив согласование, выбив новый Арбат, в конце согласованной акции, революционер удальцов полез в бутылку или полез на эту самую телефонную будку или фонтан, куда-нибудь бы полез, после чего его с триумфом оттуда снимают, волокут в участок, потом отпускают. Он уже забыл, наверное, как носил подметку в качестве гостинца Медведеву или считает подобные вещи совместимыми. Все вместе смотрится смешно. Да, конечно, хорошо, что наш друг Парховенко наконец сказал, что надо заниматься политикой. Наконец-то, хотя это было ясно с самого начала, и что Лига избирателей тоже согласна заниматься политикой. Они умеют? И что такое политика? Почему темпы постижения этого понятия, ну, примерно как у суркафила, который спит, почитай, круглый год? Так мы никуда не успеем. Если темпы постижения занятия называемого политика будут такими, то Путин спокойно просидит еще шесть лет, и ему времени хватит еще на один срок. Надо скорее взрослеть. Лозунг «хотим честных выборов при чекистской хунте» по-моему, пора давно снять. И взять хотя бы вот то, что у нас висит сзади. Путин уходи. И объяснять очень четко, куда должен Путин уйти, почему должен Путин уйти, и что будет взамен Путина. Потому как, если беретесь вершить судьбы страны, то объясните, что с этой страной будет на завтра, после того, как Путин уйдет. Именно поэтому сейчас время определиться. И западный выбор – это не какие-нибудь системы рок-о-ко, завитушки, какие-нибудь кариатиды. Это самостоятельно есть фундамент. Хотим, чтобы Путин ушел, потому что он не дает строить нормальное открытое общество, не дает строить нормальный капитализм, не дает развиваться, не дает отрешиться от остатков имперского комплекса, не дает вывезти войска из Грузии, из Приднестровья, не дает нам экономить деньги на содержание режима Лукашенко, там, на содержание Луковича, на подкормки стран-изгоев, не дает войти нам в нормальную Европу, не дает прав, не дает свобод. Вот сейчас давайте избирать губернаторов, и не забудьте, что Дума-то у нас нелегитимная, а то кое-кто, тот же Удальцов с телефонной будкой в обнимку, там на балконе сидел, и с нашим другом Рыжковым. Это как? Будем сидеть в нелегитимной Думе, которая избиралась с дикими нарушениями, которая абсолютно незаконна, и будем считать, что у нас нормальное государство при незаконном президенте, все эти вопросы переводятся в нормальный лозунг, что чекистская хунта должна уйти, причем со всех этажей, из правительства, из Думы, из президентского дворца, который у нас по старой памяти Кремль, отовсюду должны уйти в нити со своей внешней и внутренней политикой. Если этого мы добиться не можем, или не умеем, или не хотим, тогда ничьи надо создавать никакие партии, тогда народу нечего обещать, тогда это просто будут прогулки при ясной луне. Люди гуляют шариками, тогда это действительно народное гуляние, тогда сказать нечего. Если есть что сказать, это надо сформулировать очень кратко и очень четко, и не бояться слов, там, капитализм, западный выбор, Ельцин, Гайдар, Конституция. Поэтому меня абсолютно не устраивают дальнейшее хождение за грибами, за три моря, с фашистами и с коммунистами, с лозунгами за честные выборы при существующем режиме. Это уже вчерашний день. Простите, мы это уже проехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...